Йо-йо-йо, здорово! И с вами Димон Масл, и сейчас мы будем клеить пленочки на загнутый экран телефона Galaxy Note 20 Ultra и на внешний экран Fold A4, потому что на Fold A4 пленка с завода на внешний экран не идет, точно так же как и не идет на S22 Ultra. Samsung перестал клеить пленки с завода на внешний экран, но не суть, потому что с вами Димон Масл, и эту проблему я решаю за 200-300 рублей, благодаря Озону. Итак, смотрите, я просто беру, захожу на Озон и вбиваю в поиски пленка на тот телефон, на который мне надо. Так, значит, смотрите, у меня есть поисковик, и я пишу пленка на пленка даже Note 20 Ultra, давайте так, Note 20 Ultra. И не важно, за какую цену я ее возьму, они все за 300 рублей такие же прекрасные, как в магазине, навязывают их по 3 тысячи, по 2 тысячи за пленку, все они надежные. Но самое лучшее, что я видел, это вот эта вот фирма, вот я ее заказал, стоит максимально дешево до 300 рублей, и называется это почему-то гибридное стекло, типа стекло, но по факту пленка просто более жесткая, более толстая. Понятно, что чем толще пленка, тем хуже работает под экраны от пятых пальцев, зато тем лучше защита на экраны, со стеклами-то они вообще не работают. И на Fold 4 тоже, какую я сейчас посоветую, смотрите, Fold 4, я посоветую вот эту. Но, возможно, они кончились, по идее неважно, могут так точно и вот эту заказать, ничем она не будет хуже. Принцип наклеивания у них один раньше, вот эту вот я заказывал, вот с такой вот картинкой. Раньше у них, значит, за 257 рублей, раньше у этих пленок была такая проблема, что клеить их было тяжело, налетали пузырьки, налетали пылинки, все это не прилегало ровно. Вам обязательно нужна вот такая разравнивалка, это может быть обычная банковская пластиковая карта, любая штука с плоской поверхностью, но здесь еще, видите, она обтянута тканью, чтобы я мог потом вот так провести по экрану, и было все мягенько. Оно не суть, вот заляпанный кран мы имеем, берем салфетку, начинаем тереть просто вот так, протираем до идеально чистого состояния. Начнем с Fold, потому что на Fold клеить, да хотя нет, не проще, ну просто экран плоский, да, поэтому будем считать, что проще. Вот так протираем, все, мы протерли, кран идеально чист, значит, хотя этот Fold продается, 90 тысяч рублей, 512 гигов, полный русский язык, обновление по воздуху, бесконтактная плата работает. Если хотите купить, обращайтесь. Так, мы должны все это стереть, если где-то что-то присохло, не стирается, значит, слюнявим салфетку, и уже тогда все это сотрется. Почему слюнявим, а не мочим водой? Потому что вода содержит соли, если из-под крана, а нет соли, эти разводы остаются у вас на экране. Значит так, все, всю грязь мы такую убрали, осталось несколько пылинок. У нас в комплекте есть вот такие вот наклеечки, да, мы благодаря этим наклеечкам вот так берем, шпок, 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 и все пылинки мы убираем. Делаю дома в пыльном помещении, как бы, то есть справится каждый. После того, как я уберу все вот эти вот пылинки вот таким вот нехитрым методом, нужно будет действовать достаточно быстро, потому что с каждой секунды они налетают новые, поэтому эту штуку далеко не убираем. Берем пленку, у нее по центру есть такая фигня клейкая. Теперь мы благодаря этой штуке центруем по фронтальной камере пленку. Так, так, ну вот так будет хорошо, все. Теперь я надавливаю в этом месте, чтобы оно прилепилось точно в том положении, в котором я выбрал. Все, когда центр приклеен, туда уже пылинки налететь не могут, вы согласны, что туда пылинки вот сейчас никак не налетят. Это уже хорошо, и теперь у меня все отцентрировано, я уверен, что все сделано четко. Теперь я просто выгибаю верхнюю половинку. У меня тут что-то пыли дофига. Что-то тут пыли дофига налетело. Видимо, я пленку положил на стол, и к ней налетела куча пыли. Но ничего страшного. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Теперь я перегибаю пополам. И вот таким движением, хоп, все, приклеилось. И теперь нижнюю часть. Также, раз мы знаем, что там пыль у нас была на той стороне пленки, вот эту я ошибку допустил, конечно, фатальную. Но, соответственно, также приподнимаем. Чистим экран. Чистим, 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 чистим. Чистим, чистим, чистим. 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 Берем нашу штуку. Называется она ракель. Вот так загибается. Проводим. Все готово. Если бы я пленку не клал на стол, я был бы, конечно, поумнее. Теперь, значит, мы убираем внешний защитный слой. Она же у нас трехслойная пленка обычно. Убираем. И все. Даже если остались какие-то несколько пузырьков, это все мелочи, потому что со временем они просачиваются сквозь пленку. Раньше они просачивались. Были старые технологии пленки. Сейчас все просачивается. Ну все, пленку мы наклеили, экран в идеале. Так, далее. Ноут 20 ультра. Здесь еще чуть-чуть посложнее, потому что экран загнутый, но это все фигня. Также берем телефон. Снимаем чехол. Кладем его на стол. Смотрим, что в комплекте. Так. Открываем коробочку. Главное, чтобы были вот эти вот наклеечки. Не будет наклеечек, можно взять скотч. Так, вот эти вот, то что мокрое, обезжирить, протереть, все это фигня, никому это не надо. Вот здесь в комплекте, видите, что идет? Даже вот эта пластиковая плоская карточка идет. Но поскольку она не обтянута тканью, то ей не так удобно проводить, как той, которая есть у меня. Но тоже вот так будет провести вполне реально. Итак, достаем саму пленочку. Она идет с черной рамкой по периметру. Это не очень хорошо, потому что теряется миллиметр экрана по всем сторонам, да. Но, тем не менее, она зато очень хорошенькая сама по себе. Итак, берем телефон. Берем вторую салфетку. Слюнявим. Прислоняем. Начинаем тереть. Так. Трем, 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 трем. Ну, 20 этот ультра продается у меня до 42 тысячи рублей. Тут у нас рост тест. Две сим-карты, есть сим, самсунг пэй. Работает абсолютно все. Все сервисы, телефон не вскрывался, не ремонтировался. Все родное, соответственно, оригинальное. Как я люблю говорить, любые проверки, хоть стакан с водой. Если я так говорю, это значит, что если вы принесете на встречу стакан с водой, я буду готов его туда засунуть. Так, дачи. Далее. Тут в комплекте тоже идут вот такие вот наклеечки. Мы берем самую большую и убираем всю лишнюю пыль. Здесь у нас пленка чуть-чуть другой технологии. Блин, что за фигня? Фиговая какая-то наклейка. Она оставила следы клея на экране. Блин, тупорылая. А, бомбит. Теперь надо заново протирать, значит. Фу, она прям вклеилась в экран. Вы представляете? Прям клей остался на экране. Заново надо протирать теперь. Ладно, тогда мы возьмем другие наклеечки. Надеюсь, они будут лучше по своей структуре. Так, а где мои те старые? Вот они. Вот эти, видите, большие, китайские. А вот эти вот маленькие, нормальные. Вот этим я и буду пользоваться. Пускай это же маленький. Да, лучше скотч взять, если честно. Ладно, херст, набираем, значит, все пыль. Так, так. Телефон лучше, конечно, класть на какую-то бумажечку. Как-то вот не очень, вы знаете, что-то мне не нравится. Так, все идет. Но я должен доделать видео и показать все до конца. Как есть, так есть. Клеим вот по правде. То есть, понимаете, я ничем не умею ли вас в этом вопросе. Поэтому, когда вы боитесь клеить сами, вы справитесь. И уж поверьте, чем идти в магазин и сразу давать два косаря за пленку, лучше заказать 10 таких, блин, и научиться их делать раз и навсегда самому. Значит, здесь другая технология. Тут два слоя, значит. Step 1 написано на внешнем слое. Ну, вы посмотрите, ну, не тупые или частые. Там, очевидно, step 1, а здесь тоже step 1, но они прекрасны. Ладно, короче, сначала отклеивается вот так чуть-чуть. Кладется на экран. Центрируется верхняя часть. Лево-право, сразу вы все должны понять. Как только поняли, что положили более-менее ровно, зажимаете по верху. Вот так проводите пальцем. Все, у вас верх приклеен. Теперь вам нужно взять вашу штуку, поставить ее вот сюда. И тот нижний слой тащить, высовывая. То есть, видите, я там тащу, здесь клею. Тут тащу, вот так. Здесь продавливаю. Тащу, продавливаю. Видно там? Видно. Тащу, продавливаю. Оп, все прекрасно. Так, тут я все продавил. Теперь края пальцем вот так провожу. Продавливаю. Здесь провожу. Продавливаю. Теперь надо верхний слой снять. Наклейки, как всегда, бесполезны. На этот случай хорошо, если у вас с собой будет иголочка, чтобы вот сюда ее засунуть, в щель между двух пленок, и отодрать верхний слой. Значит так, пытаюсь отодрать. Ногтем поддеть просто. Сколько тут слоев, блин? Снимаю один слой. Но вы видите, еще остается какая-то фигня на экране. Это нам не надо. Снимаю еще один слой, значит. Синий уже. Тоже пытаюсь его поддеть. Ить. Тут главный уголок не подцепить, потому что если подцепите два слоя, ну точнее все слои, да, то у вас потом этот угол всегда будет подниматься, блин. И вот, ну посмотрите. Ну не идеально. По-моему, идеально. С вами был Диман Масл. Будьте, пробуйте, не боитесь пробовать. Вот что я вам скажу. Это очень полезный навык в нынешних условиях. И который сэкономит вам кучу денег. Хотите купить этот телефон? Обращайтесь по ссылочкам в описании. Ссылочка на авито, может быть, будет нерабочей, поэтому придете в ссылочку в описании о канале. А в Телеграм в любом случае можете мне написать. Ссылка точно рабочая. Я будет. Ее Ютуб не банит. И уж из Телеграма я вас на свой авито переключу без каких-либо проблем. Так что как-то вот так. Это я все выкидываю. Все, короче. С вами был Диман Масл. Субтитры сделал DimaTorzok.